Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть в Bloodborne Old Hunters, и это, скорее всего, будет заключительная серия. Отправляемся в Астральную Башню. В конце прошлой серии мы победили Марию и взяли Циферблат, при помощи которого можно открыть секрет. Системное программное обеспечение лезет не в свою тарелку. Итак, новая локация. Рыбацкая деревня. Помните те самые мачты? Мы их видели в пределе кошмара. А под водой мы можем наблюдать Ярном. Я уже говорил о многоуровнестей этого кошмара, что на первом уровне находится Ярном. Чуть выше находится Рыбацкая деревня, а еще выше предел кошмара. И шаман, обратите внимание на его диалог. Благодарю. Благодарю за пылью, чтобы ребенка не было. Благодарю. О, пожалуйста. Благодарю за пылью. И это тот самый диалог, который мы увидели в самом начале DLC. Похоже на всех представителей Бюргенверта и... ...все, кто был с ними связан, было наложено некое проклятие. На что они натворили? Богохульный убийца и зверки, одуревшие от крови. Гнев матери Кос. Если мы сюда придем с руной Молочай, этот шаман... ...скажет дополнительные диалоги, но мы вернем сюда немножко позже. Гром лодки с трупами. Этого шамана невозможно убить. Как бы вы ни пытались. Похоже, что Бюргенверт и его охотники зашли слишком далеко в поисках просветления. И натворили очень много бед в рыбацкой деревне, за что были прокляты. Труп покрытый опаршами. Жутковатое место. В окне вы могли заметить проходящее существо. И это защитники деревни. Некие гуманоиды, похожие на рыб. В них в руках, похоже, копья. При помощи которых на рыбацких судах ловят китов. Если я не ошибаюсь. Так, я уже очень давно здесь был и... ...уже слабо помню эту деревушку. Но постараюсь ее полностью обследовать. Хоть здесь не так много полезных предметов, но все же кое-что можно найти. Полезного и интересного. Этот парень ничего не подозревает. Ему же хуже. Бочки полные. Чего бы вы думали? Это не совсем рыба, это маленькие зародыши великих. Ну, это кошмар, здесь все может быть. Но, возможно, они здесь не просто так. Горы трупов. Там сверху мы можем видеть предмет, пока я добраться до него не могу. Так, здесь нужно быть... ...очень расторопным, потому что там стоит... ...шаман. ...который очень сильная магия. Так, лучше сначала приманить... ...этих парней. Разобраться сначала с ними, а потом с этим... ...шаманом. Главное не попадаться на эти черепа. Они наносят очень много урона. А сам шаман слабак. Свинцовый эликсир. Так, здесь очень интересный противник сейчас будет. Очень мощный и вредный. Но для начала давайте немножко... ...оглядимся. Здесь очень много противников. Потихоньку, помаленьку всех их вырежем. Блин, или меня сейчас вырежут. Так, я думаю, что вот в этой перемычке мы их и зажмем. Пузыри. Парень с граблями. Да, эти существа есть. Бывшие жители этой деревни. Только с ними что-то произошло. Возможно... ...это все последствия кошмара. И здесь так представлены... ...жители деревни. Но, возможно, они такие были и в реальности. И мутировали из-за того, что поклонялись некому великому. Отсюда можно наблюдать это здоровое существо. Он там вдалеке. А, с ним мне придется сразиться. Так, но сначала заберем здесь предмет. Странный огненный кровавый самоцвет. Типочки взрываются. Если в них кинуть чем-нибудь взрывоопасным. Так, парень. Этот парень пятится не просто так. Он меня приманивает так. И, блин, жаль, у меня нет никакого коктейля молотого. Да, очень жаль. Это бы мне облегчило жизнь. Так, мелочь пузатая тоже бежит, да? Окей, попытаемся. Тихо, он там рыбкой ныряет. Вот зараза. Все, уходи. Нужно сначала мелкого зарубить. Блин, мелочь никак не хочет отступать. Блин, два кореша. Упс. Кажется, меня услышали. Очень опасный противник, особенно. Если он вас схватит. Его захват очень мощный. Но он очень медленный. В принципе, разобраться с ним достаточно просто. Если не тормозить. Пять бутылей. Так, ну что. Настала твоя пора. Что мы тут охраняли? Черт, там еще один. Так, здесь, по-моему, будет вообще засада. Нет? Сверху никто не спрыгнет. Да-да-да-да. Я помню. Что-то здесь было не так. Но он был слишком медленный. Не успел помочь своему собрату. Трупы. Причем вот эти трупы, они больше похожи на человеческие. Блин, а как я промазал-то? Возможно, это трупы незваных гостей. Которые пришли в эту деревушку. С какой-то целью. Так, ну что, я всех тут перебил или еще кто-то остался? Еще бутылки. Блин, я забыл потратить души. Точнее, отголоски крови. У меня накопилось аж 100 тысяч. Здесь есть незаметный проход наверх. Мудрость великих. Так, можно пройти сюда, но перед этим откроем шорткат. Так, где он? Где эта чертова лестница? Или это не здесь? А, вон он, на той стороне. Да, это шорткат ведет к фонарию. Интересные светильники. Ух ты. Так и норовят сзади зайти. Вот эти рыболюди с ножами очень опасны. Да, похоже, он нещадно рубил этого охотника. Капюшон оборванного бродяги. Одеяние оборванного бродяги. Перчатки и штаны. Давайте почитаем. Капюшон оборванного бродяги. Многие из церковных охотников скрывают свое истинное лицо. Облачаются в лохмотье и отправляются бродить по узким аллеям города. Такая одежда позволяет им остаться неузнанными и незамеченными. Эти охотники высматривают следы болезни, считая себя первой линией обороны против наступления чудовищ. Быть может, в какой-то момент они начинают видеть болезнь там, где ее нет. Следует помнить об этом, когда замечаешь грязных бродяг на городских переулках. Да, похоже, что охотники церкви маскировались и могли убивать всех подряд. Не обязательно тех, кто поддался влиянию крови. Остальные части сета, по-моему, имеют такое же описание, но давайте на всякий случай посмотрю. Да. И, кстати, в такую же одежду одет Саймон, которого мы встречали не раз. Что означает, что она является тоже церковным охотником. Да, эти парни умеют кидаться копьями. В общем, эти копья снимают очень много жизни. Что это все? Собака. Рыба-собака. Рыба-пес. Так, еще один парень. Но самое опасное то, что здесь есть еще и шаман. Не стоит торопиться слишком, бежать вперед. Блин, она оглушает. Японский бог. Тихо. Вдохни. Вдохни. Хватило одного выстрела. Да. Щедро раздает пузыри крови. Да. Это, похоже, черепа. Черт. Сколько у вас здесь? Я, кстати, пропустил колодец, но я пока это нарочно сделал. Сейчас дойду до фонаря. Шаман стоит наверху и... Помимо этого шамана здесь еще есть... Очень много неприятных противников. Твою мать. Да, его тут... Да ты что ж творишь-то? Так, в хатку срочно, в хатку поджигаем костер. Зажигай лампу. Да. Похоже, он недоволен, что я спрятался здесь в домике. Дэнни поговорит с Саймоном. Пошел вон. Давайте отойдем немножко подальше, чтобы он успокоился. Так, отголоски. Здесь у нас закрыто с другой стороны шорткат. Еще один шорткат. Два. Практически два шортката практически в одном месте. Так, этот засранец ушел, и можно спокойно пообщаться с Саймоном. Я боюсь, что я сделал множество. Я слышу звук, сейчас. С бест-сидер-сасин. Он спрятал меня. И снова. И снова. И снова. Никогда не закончится. Please, I need you to do something This village is the true secret Testament to the old sins It feeds this hunter's nightmare Please, bring to an end the horror So our forefathers sin We hunters can't bear their weight forever It's not fair It's just not fair Да, эта деревня является источником кошмара Их предки грешили Острый лук Саймона Ключ от одной из камер в подземелье Да, от той самой камеры, в которую мы еще не ходили Давайте посмотрим Ключ от внутренних покоев в подземельях главного собора В самой дальней келье подземелья живет одинокий безумец Вместо одежды он носит шкуру зверя И звонит в колокол, который не сдает ни звука Не знающий конца погибель ожидает того, кто услышит звон этого колокола Хитрость в том, что мы прямо сейчас можем вернуться в тюремной камере и поквитаться с тем самым охотником в звериной шкуре И лучше это сделать как можно раньше Возвращенный только ничтожным луком Да, посмотреть я не смогу, мне не хватает оттенков крови 9 надо, но... Ладно, я думаю мы наскребем на 9 оттенков крови для того, чтобы показать этот лук Либо я его покажу потом другим героям, возможно на стриме Итак, эта здоровая шкура отстала ненадолго И давайте вернемся И поквитаемся с теми, кто здесь остался Сначала убьем шамана Капец Как же он много их пускает Так, здесь у нас еще парень остался живой с копьем Этот здоровяк стоит вон где Так, пока он там стоит, мы здесь соберем вещички Мудрость Так, здесь тоже что-то, по-моему, спрятано Так, а, не совсем здесь Да, внизу мы там уже были Так, осторожненько Так, еще что-то нам оставилось Сосуд с маслом Кусок кровавика И, в принципе, можно его вообще не убивать Да У него тоже рыбацкая снасть Итак, ребят, все как обычно В самый ответственный момент у меня зависла запись Во всем виновата, как обычно, гребанная карта от Авермедии И, похоже, скоро я с ней расстанусь Выставляю ее на продажу к чертям Сегодняшняя запись у меня идет через новую мою карту Эльгата И посмотрим, как она себя проявит Итак, соответственно, эта часть видео уже записывается в другой день И, в принципе, я вовремя заметил, что запись прервалась И, в принципе, вы ничего не пропустили Кроме того, что я задолбил этого огромного черта с крюком Итак, у нас 130 тысяч душ И я решил вернуться в сон охотника Чтобы что-нибудь прокачать Либо что-нибудь купить Так, давайте начну прокачивать оттенок крови, наверное Чтобы показать лук Интересно, на второй уровень мне, наверное, не хватит 16 тысяч Чуть-чуть не хватает, к сожалению На уровень нужно 77 Ладно, тогда купим На все бутылки Ну что ж, возвращаемся в Рубацкую деревню Только не в хижину А немножко на другой фонарь Потому что нам нужно посетить одно очень отвратительное место Это колодец Вот здесь я в прошлый раз скинул лестницу Открыл шорткат И до колодца тут Рукой подать Единственное, что все восстановились И тут у нас появился здоровый черт Но, в принципе, все это можно быстренько Отбежать Тут лестница Упс, здоровяк мне впалил Самое опасное, что здесь еще один здоровяк Вон он ходит И мы можем слышать старые добрые напевы Наших леди, которые сводят с ума Мне кажется, что эта карта немножечко темнее снимает Так Сюда я спустился, чтобы забрать оружие Но самое западло, что здесь этот черт здоровый не один А их здесь двое И когда Одному из них станет плохо Он позовет на помощь И придется биться сразу с двумя Что Очень утратительно Так Соберись, тряпка Как бы я не уворачивался Он все равно мне Мудряется заставать Но не всегда Упс Поперкот Не А, успел И сейчас он пойдет звать своего друга на помощь Нужно Хотел сказать, не дать ему это сделать Но он все равно В любом Прямом расхвате Даже, по-моему Если он не успевает даже до Дуда добежать Он все равно его Успевает позвать И против двух Это жопа, ребят Док Они еще и, блин, всевидящие Видят из-за поворота Можно попробовать их обмануть И подняться наверх на лестницу И Попробовать Прыгнуть им на голову Попробую Что самое за подлость Что наверху все живы Да, так просто прыгнуть не получится Можно забраться на самый верх Твою мать Я убил хоть одного Да, пош Нет Как я и говорил Это очень ужасное место Позвал на помощь Охренеть Нет Приятного аппетита Скотина Да сдохнет Тварь Все С одним разобрались Наконец Должно быть проще Аааа Слава богу Фух Брр Аж трясет от них Горакуй ее Охотничье оружие Леди Марии Из астральной часовой башни Хитроумный клинок Выкованный в те же краях Что и Чикаге Кейнхерста В отличие от него Он не пьет крови Однако владение им Требует изрядной ловкости А Ракуя понравился Госпоже Марии За эту особенность Ей не нравились Кровавые клинки Хотя она и была Дальней родственницей королевы Однажды Самообладание Изменило ей И она бросила Свой любимый Ракуя В глубокий колодец Да Похоже что Она изменила Своим принципом И начала использовать Клинки Которые пьют кровь Судя по тому Когда мы с ней бьемся Она очень часто Использует Различные такие Приемы Их лещит нас кровью Так Я думаю что Отсюда Стоит Убраться Более безопасным способом При помощи Метки охотника Да В отличие от Dark Souls Тут Чтобы восстануть Свои пузыри Нужно обязательно Взвращаться В сон охотника Это немножко Раздражает Так 28 тысяч Пополним еще Запас пузырей И Так Надо было еще Починиться Наверное Да Топор почти цел Хижина рядом С маяком Кстати я забыл Показать Мувсет Ракуи Ну да ладно Сейчас Немножечко Попозже И кстати Нужно было бы Предварительно Сходить Посетить Камеру Последнюю Камеру Че-то На гробе С цветком Потому что Сейчас Будет Задница Кое-кто Мне будет Выносить Мозг Мы слышим Колокол Да И внизу Мы можем Видеть Некое Большое Существо Да Брадар Теперь Мы стали Слышать Его колокол А если Мы слышим Его колокол То Ни к чему Хорошему Это не Приводит Брадар Это тот Еще Отморозок Если Его не Убить В камере То Он тут Будет Встречаться Еще Не один раз Да После того Как он Выпивает Вот этот Свою Настойку Он Становится Непробиваемым Непробиваемым Сукиным Сыном С огромным Дамагом Чертов Дом Отойди И Нужно Немножечко Подождать По-моему Даже Его Застанет Нельзя В таком Состоянии Да Так Всегда И Чтобы Не тратить Ваше Время И Не Биться Десять Раз С этим Брадаром Давайте Сразу Отправимся В камеры Звонит Звонит Да Он Здесь Также Есть Безконтакт Нужно Снять У него Как можно Больше Жизни Пока Он Не Выпил Сою Волшебное Зелье Не Пей Я Прошу Тебя И Странно Что Он Не Выпил Возможно В этом Месте Он Не Пьет Но По-моему Он Должен Был Его Пить Доказательство Брадара Это Одна Из Частей Его Сета Все Остальные Части Можно Найти Если Убивать Его Несколько Раз Но Если Вы Убьете Самого Брадара То Этих Фантомов Не Будет А эти Части Сета Будут Просто Валяться На Земле Несколько Они Они Убили Меня Это Врач Они Убили Они В Phase Они Были Они Убили Они Чакли Что Умри, сволочь. Да умри ты уже. Кровопускатель. Кровопускатель. Этим чудовищным оружием сражался Брадар, убийца церкви исцеления. Кровопускатель приобретает свой истинный и пугающий облик лишь после того, как почувствует вкус крови, тела и души своего владельца. Запертый в своей келье Брадар до самого конца верил, что это единственный способ избавить тело от снидающей его грязной крови. Убийца церкви исцеления. Да, у церкви исцеления были свои убийцы для выполнения каких-то определенных заданий. Например, для убийства тех же самых охотников в церкви исцеления, которые знали слишком много. Доказательство Брадара. Скальп ужасного церковного чудовища. Это свидетельство того, что охотник Брадар, убийца на службе церкви исцеления, убил одного из своих товарищей. Возможно, даже он убил Лоренса в реальном мире и содрал с него скальп. После этого он надел скальп своего друга и укрылся в келье в одном из глубоких подземелья. Церковь наградила его безмолвным колоколом смерти, чтобы их тайны умерли вместе с ним. То есть он должен был до конца своих дней из камеры вторгаться в чужие миры охотников, чтобы скрывать тайны церкви исцеления. Так, ладно. С Брадаром мы разобрались. Так, и перед тем, как продвигаться дальше, давайте я потрачу свое озарение. Потому что чем выше озарение, тем ниже сопротивляемость к безумию. А мне это не нужно. Купим молниевой бумаги. За озарение она стоит намного привлекательнее. Немножко огненной бумаги, а на 60 озарения купим этот чертов кровавый камень. Так, дальше. Что дальше? Давайте я вам покажу оружие. Начнем с ракуи. Вот такая вот ракуи. Оружие типа катаны. Обычный оффсет. Сильный удар. И в разложенном виде. Более интереснее выглядит. Появляется много различных атак. Очень шустрое оружие, но оно скейлится от ловкости. Что для меня не очень подходит на данный момент. И также это оружие еще скейлится от тайны. Но есть одна особенность в ладборне, что это оружие не будет скейлится от тайны, пока вы не вставите в него определенный самоцвет, который дает тайный урон. Соответственно, тайна у меня тоже не прокачана. Кровопускателя я взять не могу. Нужно 16 оттенков крови. К сожалению, не могу вам его показать. Возможно, потом на другом персонаже меня попросили показать еще различную магию. У меня есть персонаж, на котором все это можно будет показать. Возможно, даже на стриме. Так, ладно. Что ж, едем дальше. Так, брадера мы грохнули. Теперь он нам не будет досаждать. А в местах, где он должен был появляться, будет просто валяться его часть эсета. Да, кажется, что вроде не так уж и высоко, но... Да. Можно спокойно разбиться. И вот эта деревушка снизу. Вот мосты, вот эти постройки. Можно туда вообще не ходить, а идти, продвигаться сразу дальше. Сэкономив тем самым кучу времени. Единственное, что там полезное есть, это один из кусков сета брадера. Но, если вы хотите все-таки спуститься туда вниз... Там еще также можно будет найти материал для апгрейда. Немножко там полазить. То нужно убить сначала всех этих чертовых шаманов с палками. Первым делом это сделать. Так, вообще лучше, конечно, сразу идти туда. Ну ладно, я все-таки обследую эту деревню немножечко. Хотя она мне и не нравится. Так, здесь у нас лесенка, да. Чтобы можно было потом вернуться обратно. Так, там бесполезный примет. Здесь очень много различных бесполезных предметов. Подозревающий парень. Еще здесь разные самоцветы лежат. Но все они очень слабенькие. Если хотите хороший самоцвет, то нужно спускаться в подземелье. Так, главное сюда не упасть, а убить этого козла с палкой. Если вы не убьете этих козлов с палкой и спуститесь, не дай бог, вниз, это будет очень плохо. Потому что эти парни кидаются молниями. А внизу очень много противников. Вас просто там затыкнут, закидают и все. Главное упасть. Да, они дают ртутные пули, по 5 штук. Здесь лежит предмет, по-моему, это кусок кровавика. Туда мы сейчас спустимся. Давайте сделаем это более элегантно. Можно было спуститься прямо сюда в самом начале. А, кстати, да, я пропустил только что эту ящерку. Тай хрен с ним. Так, можно сразу слезть вниз, но можно упасть вот здесь. А, кстати, она еще не убежала. Да, позарившись на вот эту ящерку. Ну, попадаем в засаду. Ну, зато 3 куска кровавика не так уж и плохо. И еще 2 куска кровавика. Отлично. И вот после того, как вы убили всяких шаманов, здесь становится немножечко полегче. Но только немножечко, потому что вы можете видеть здесь огромное количество противников. Если бы у меня были коктейли молотова, если это не был бренд New Game Plus, то с этими парнями можно было разобраться при помощи коктейля молотова, кинув его в эти бочки. Хо-хо! Прям в задницу у меня. Только что копье пролетело. Интересно, они умеют подниматься? Или они тупые? Да, похоже, они тупые. Ну, мощные. Твою мать. Хрена себе. Я как последний самоубийца только что поступил. Залез. Залез в гущу событий. Мне повезло. Я выжил. Так, ну что ж, вроде всех перебили. Сосуд с маслом. Теперь можно немножечко смотреться. Так, ну не всех, конечно. Там еще ребята тут полничают. Вкусные трупы с опарышами. Или что они делали, или они молились им. Еще кусок кровавика. Ну, а, кстати, этот парень, да, делает захват и начинает лупить своим тесаком по голове. Снимая тем самым очень много жизни. Еще кусок. Так. Где-то здесь. Вот там, по-моему, лежит кусок сатабрадара. А здесь у нас лежит умеряющий самоцвет. В принципе, вроде как и все. А, там, кстати, я тут труп не обобрал. Больше здесь ничего интересного нет. Там еще на лестнице только что что-то валялось. Вот, кстати. Если бы я не убил брадера, он бы здесь еще раз появился. Вообщем, по-моему, появляется в деревне, получается, три раза. Три раза в деревне и один раз. Когда мы идем убивать самого брадера в его камере. Холодная кровь сородичей. Так, здесь больше ничего. Странное сооружение. Возможно, они здесь, не знаю, что-то выращивали рыбу. Или же чем они тут занимались. Еще кто-то знает. Вон, кстати, надо вон сходить забрать еще вон тот предмет. На лестнице. А, всего лишь три пузыря. Все. Можно отправляться дальше. Пойдем, оберем труп. И возвращаемся обратно наверх. Можно было бы просто портануться опять к фонарю. Возможно, так бы было даже немножечко быстрее. Ну ладно, пробежимся немножко. В обратном направлении. Так. Здесь у нас через здание. Первый раз, когда я дошел до этой деревни, я даже тут немного заплутал. Не мог найти вот эти чертовы лестницы, чтобы вернуться обратно наверх. И даже в какой-то момент мне показал, что это вообще невозможно сделать. Можно только через возвращение к фонарю. Но потом я подумал, а если бы не было у меня знака охотника. Но потом я нашел вот эту неприметную лестницу здесь. Конечно, место не очень приятное. И здесь тоже куча икры. Опарыши великих. Так. Так, парень. Главное, чтобы нас не увидели твои друзья-шаманы. Иначе начнется фейерверк из молний. Как улитки ползают. Пузырь. Сосуд. Да, высоковато. Рыбацкие снасти. Шаман. Кстати, я обещал вам... Да, надо не забыть... После того, как я открою шорткат, вернуться к началу деревни и... Поставить руну молоча. И, блин, я совсем забыл это сделать. Что-то они тут ковыряются. Кстати, шорткат вот здесь. Тут рядом. Эй. Ребята, меня впалили. Ну, заработаем немножечко. Бутылок не оставили. Вернемся в сон охотника. Так, я поднимал кровь. Как раз хватит на один уровень. Так, и... Пойдем поставим руну. Поговорим с шаманом. Курганы из ракушек. Очень важный диалог, на самом деле. Либо сами жители, либо при помощи великих жителей проклили. Всех представителей Бюргенверта и, соответственно, всех, кто был с ним связан. А именно... Охотники. Что они сделаны с бедным дитя? И что это за дитя? Охотник. Охотник. Похоже на слова проклятия. Похоже на слова проклятия. Резервуар проклятий. Резервуар котик. Охотник. Не идея. Ну, в общем, все, что нужно было, мы от него услышали Еще он дал череп Резервуар проклятий Череп местного жителя из соседней рыбацкой деревни Кто-то искал в нем глаза, поэтому череп покрыт множеством царапин и вмятин Неудивительно, что он был наполнен проклятиями Те, кто призывает боль и горе, вместе с нами возрыдают вскоре Кто мог искать глаза в черепах местных жителей? Кто был помешан на глазах? Да, похоже, что, как я уже говорил, Бюргенвер слишком далеко зашел И они сделали нечто плохое с жителями этой деревни Почему именно жители этой деревни? Ну, сейчас мы, в принципе, это уже все и узнаем Так, сейчас уберем эту брокколи с головы и продолжим Так Мы открыли шорткат Где-то тут выход на улицу Куча народу здесь Нужно их как-то выманивать потихонечку Тут двое шаманов стоят Ох ты, е-мое, даже суда прошибает Упокойтесь миром Так, шаманы Три удара, восемь дырок Так, где-то еще один Ммм, самоцветом поделился Так, а где он? Так, туда мы вниз сейчас еще спустимся Сейчас посмотрим Что у нас здесь Заспал вообще нифига Пока он падал Немножко выбил из него духу Да, это просто тупо вернуться обратно На ту сторону Нам туда не надо Идем вниз Кстати, можно было еще почитать Другие части Сета Брадара Они, по-моему, тоже Это трата времени На самом деле Не так много за них дают Крови Лучше их просто тупо оббежать Эти улитки, они медлительные Дальше будут посложнее Которые уже Вылупились Да, это обычные Так, я вот не помню Вот этот предмет По-моему, с этой стороны А, кстати, нет Уже вылупилась Да, надо бить ему по голове Тогда она быстрее умирает Да, можно этот предмет забрать Кусок кровавика Так Ничего я не пропустил Огромные залежи Зародыши великих Там я еще пропустил один предметик Снабжают, снабжают кусками кровавика Чтобы прогрейдить какое-нибудь оружие Еще одно Думаю, что после прохождения DLC Можно будет постримить подземелье И там попользоваться Какими-нибудь другими оружиями Я, скорее всего, вполне Вполне смогу прокачать Еще два Дать плюс десяти Парень так усердно куда-то ползет Ползет, ползет, ползет Так Здесь, кстати, западло такое есть Я помню Так, не это Не это Которое проклинает И здесь была бы еще одна встреча с Брадером Но От него остались одни окровавленные штаны Да Мы приближаемся к месту назначения Да, вон этот черт стоит И нужно быть здесь парасторопнее Либо вообще к нему не бежать Да Сказал я Он там что-то храняет Но я не помню Настолько ли это ценно, чтобы Это стоило моей жизни Пока бежал сюда Еще раз умудрился Один раз сдохнуть Думаю, не буду убивать их Двух шаманов Спущусь вниз Спустился вниз И мне приледают там Четыре молнии в голову Так Я поставил, кстати, щит Попробовать Интересно Защищает ли этот щит От проклятий Давайте сейчас попробуем Я не понял По-моему, защищает Да? Там еще две Ну-ка, пальни в меня Ну да На порядок меньше сносит Хорошо, что он умирает с одного удара Да, не стоило это того Знание безумца И здесь можно упасть вниз Но Так, я Дайте немножко гляжусь Все здесь собрал или нет Так, факел бы не помешал Лодочка Лодочка Это странное растение Ну, больше ни хрена тут нет Ладно, падаем вниз Да, напевающие дамы Именно с этой стороны К ним можно подойти Ну, перед этим давайте откроем шорткат Потому что встреча с ними Это Очень неприятное событие Кстати, здесь еще есть лестница Лев приезжает сверху Можно спуститься еще ниже Чтобы Поживиться чем-нибудь Например Мне нравится Смотрите, какое сокращение Прок-ох-на-род-сам-с Прок-ох-на-род-сам-с-в-скр Это, кстати, очень хороший самоцвет Настолько на сокращали Что черт знает вообще О чем речь Это путь к боссу Ну, здесь еще одна дорожка Которая ведет Еще в одно место В которое Нужно сходить Чтобы добыть еще один кусок Кровавика Но перед этим Давайте сходим Откроем шорткатик Очень хороший шорткат Недалеко до босса бежать От фонаря Ну, вот, в принципе, и все Так, давайте поставим успокоительное Оно нам пригодится Так, нет Не оно Рискнем здоровьем Да Нет, безумие Твою мать Пей, 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 пей Бутылки, блин Фух Фух Проклятый, умеряющий самоцвет Надо было поставить что-нибудь Что больше дает Защитят Безумие Как я быстро схожу с ума Не схватишь ты меня так просто Ладно, жизнь Позволяет пережить одно безумие Это то самое место Только сверху Где мы Били двух этих Здоровых троглодидов Умеряющий самоцвет свежей крови И Холодная кровь сородичей Но это не самое важное Зачем мы сюда шли вообще Тут есть еще один проход Упс Глиста Да, здесь будет Очень много Еще и При поддержке шамана Так Термоядерный коктейль Ну, блин Еще и попасть не могу Шаман, я иду к тебе Где проход-то? Шаман сдриснул Похоже, эти женщины хотят меня Очень рады меня видеть Ну, судя по крикам Это же женщины, правильно? Пули Ой Нос зачесался Сейчас, подождите секундочку Да, там наверху мы были Это мы спустились С самый низ В рыбохранилище Или Глиста хранилище Как вам угодно Ах вы Сволочи Засада Уходим Там еще один шаман Там куча народу Ух Слабенькие они Пойдем разберем сначала С этим говнюком Где он вообще? А, вон ты где Е-мое Слился, блин, с забором Дай патроны Молниевый Самоцвет Еще один самоцвет И то, зачем мы сюда шли Кровавый камень Да В DLC также есть кровавый камень Ну все В принципе Вот и все Мы готовы идти к боссу Перед этим сейчас сходим К фонарю Возьмем Побольше пузырей Даже Давайте быстрее это сделаем Так, 75 тысяч В принципе Так Нам может хватить Да Если еще и покушать Возьмем Еще один Блин, надо было бы Жизнь добавлять Конечно 4500 Жизнь В принципе Наверное На последнего босса Мне должно хватить Так Я уже кстати могу По-моему Лук Поставить Посмотреть Вот так выглядит Острый лук Острый лук Саймона В одноручном режиме Не совсем лук Такой мовсет И в разложенном виде Выглядит примерно так Стреляет За счет Также ртутных пуль Да, можно стрелять Усиленной стрелой Ну и удар на отмаш Самой стрелой Да Последний босс Тоже непростой Но Как мне показалось Он легче Чем Этот чертов Лоренс По крайней мере Нервов он мне попортил Меньше Но тоже Было Достаточно Попыток Когда я проходил Первый раз И здесь Мутировавшие Жители Деревни Молятся Молятся Своему божеству Возможно Как раз Они мутировали Из-за того Что были Слишком любопытными Деревни Продолжение следует... Сирота коса... Это... Тело... Самой кос. Кстати, забыл поставить эту молниевую бумагу, она бы мне помогла. Продолжение следует... Первая фаза не такая сложная, вот вторая, когда он отращивает крылья, будет немножко жопа. И, если вы присмотритесь, то он бьет ничем иным, как плацентой. Которая досталась ему с рождения. Ой, ёп! Забыл. Окей. Блин, не знаю, было зря. Вот, замах. Бесполезный. Её, кстати, можно даже застанеть. Главное не торопиться. Девиз всей серии, соус. Не психуй. Странно, что он только сейчас начал кидаться. Да, не получается застанеть. Кстати, когда он начинает кидать, можно из пистолета его перебивать. И вот эту какашку, которую он кидает. Опс. Опс, опс, опс. Да, 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 да. Ладно, пожадничал, пожадничал. Воу! Полезли. Ну вот, блин, не получается застанеть. Так хочется иногда. Вау, да. Спил мне своей какашкой и бежит, 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 бежит по мою душу. Когда он так долго кричит, вот этот размашистый удар, это, кстати, его достаточно слабое место, если успеть к нему забежать. Забежать. А, стена, стена. Блин, я... Мне кажется, что-то врезался. Блин! Ну вот. Довы пендрился. Немножко потерял контроль. Ну, давай. Я сейчас постараюсь очень... ...побольше сосредоточиться. Так, главное себе не зажимать в угол. Упс. Вот это он обманул меня. Да, раз, два. Так, 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 да, да. Лучше я отойду подальше. Да, его можно еще и забэкстарить. Но он нужен момент очень... Хороший момент именно, когда он прыгает. Под него подскакивать и делать его силовую атаку. Да что ты там бесишься и бесишься? С нихрена, шти ты. Да. Полечился называется. Какой хрен. Быстро атаки. Да что я творю? Ой, блин. Сорвал. Все, 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 все. Не глупи, Серега. Сейчас, секундочку, все будет. Немножко его расшевелить. Да, блин, ну... Как он так достает своей этой пехотой? Я вроде уже отпрыгиваю. А он ей все равно достает. Да. Просрал момент. О-оу. Под серий попал. Иди сюда. Дорогой. Иногда странный у него переход во вторую фазу. Блин, да. Вот он. Что, прям сразу орать начал? Что-то новое. Никто не вижу, где ты. Нет, не ори. Да твою мать. Что-то далеко-то в этот раз. Так, успокойся, Серега. Да блин, опять его потерял. Самое удачное, это когда он начинает делать серию, а ты... И вот момент сзади. Блин, попал опять, а. Не знаю. Ха-ха, раком-то не устал. Ну, извини, парень, это... была фатальная твоя ошибка. Паразит коса. Даже 10 пузырей еще осталось. Очень странный дух. Похоже на скелет. Возможно, это дух. Дитя кос. Кстати, у него, по-моему, можно было разглядеть лицо. Да, видите? Нос, рот. Да, та самая кос, о которой говорил Миколаш. Которая сделала из рома праздного паука. Каким образом, правда, непонятно. И похоже, что местные жители этой рыбацкой деревни либо нашли ее на берегу, либо выловили. Так они, так как они были рыбаками, скорее всего, рыбатились на китов, судя по их снаряжению. Возможно, они могли ее выловить, но после этого начали поклоняться. Но в ней паразит коса. Когда волны выбрасывают на берег тела кос, его внутренности распирает множество крошечных паразитов, нетипичных для людей. Этим ни на что не похожим оружием можно только размахивать, крепко зажав его в кулаке. Но, говорят, паразиты коса побуждают сонмы фантомов, населяющие свечащееся дерево. Вот, в принципе, и все. Мы добили DLC. По поводу лора. То есть, что мы узнали в конечном итоге, откуда? Мы узнали, в принципе, причину кошмаров. По крайней мере, кошмара охотников. И, возможно, кошмара Бюргенверта. Бюргенверт и все, кто был с ними связан, были прокляты. Прокляты либо местными жителями, либо великими, которые откликнулись на мольбы местных жителей. Похоже, что Бюргенверт слишком далеко зашел, когда искал прозрение, когда пытался постигнуть тайны великих, выйти на их уровень и либо как-то связаться. Местные жители поклонялись либо телу кос, либо, возможно, сироте коса. То есть, возможно, тело кос выбросило на берег, но ее дитя, которое было в его утробе, оно осталось живо. Но, когда пришли ученые Бюргенверта, они, скорее всего, забрали у них это дитя, а большую часть деревни просто тупо вырезали, так как они, скорее всего, в результате поклонения этому существу, тоже ученые Бюргенверта посчитали, что из их голов можно что-то достать полезное. Либо они уже просто мутировали, эти жители деревни, и это еще больше подтолкнуло ученых Бюргенверта проводить на них какие-то опыты. В результате чего жители этой деревушки взмолились великим и прокляли Бюргенверт и все, кто был с ним связан. И тем самым появился кошмар. Также был, как вы знаете, элекционный зал. Это кошмар Бюргенверта. Ну, кошмар Миколаша. Неизвестно, чем он был вызван. Возможно, тоже это одна из частей кошмара, но там все не так просто. С Миколашем, возможно, что Миколаш своими вот этими культистскими замашками создал свой кошмар, в котором была кормилица Мерго сам. Но это только могут тоже быть догадки. Возможно, так как Миколаш тоже был выходцем из Бюргенверта. Возможно, просто когда мы находим их тела Миколаша и все его шайки в одном месте, когда они сидят с решетками на головах. То есть массовый такой психоз у них был. И, возможно, они просто погибли и тем самым просто попали в кошмар. Но не в кошмар охотника, так как, скорее всего, ученые Бюргенверта либо охотники церкви исцеления все-таки обнаружили в катакомбах Птумирянскую королеву. Королеву Ярном. Ярном была беременна. Беременная Мерго. И их кошмаром как раз стала кормилица Мерго. И также мы там могли встретить и саму Птумирянскую королеву. Ну ладно, это что-то я отошел. В принципе, тут нам Миколаш особо и не нужен. То есть получается, что ученые Бюргенверта согрешили. И, возможно, как раз я вот упоминал ту самую статую, где стоят три ученых над телом как будто бы ребенка. Похожего на ребенка. Возможно, это и было тело, которое они забрали у рыбаков, чтобы проводить на нем некие эксперименты. Ладно, давайте вернемся в сам охотника и получим еще один интересный диалог. Неужели я просрал диалог? Очень, кстати, важный диалог. Точно, я же забыл добить его. Кошмар повержен. Ах, Так, ну что ж, теперь нужно вернуться в сон охотника. То есть, похоже, что мы разрушили наконец-то кошмар. От Германа осталась одна записка, поднимитесь на часовню Идан. В принципе, вроде я все объяснил. Если вам какие-то моменты остались непонятными, добро пожаловать на стрим. Там мы будем проходить, скорее всего, подземелье этим же персонажем. Я прокачаю какие-нибудь другие оружия, чтобы не только с одной пилой бегать, чтобы было интересней. Мы дойдем до этой несчастной королевы. Кто ее не видел, я вам покажу. И также еще пообщаемся по лору. Кого какие вопросы еще остались. Ну а с вами был Голодный. И всем до скорых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok